Между тем, в Карагандинском зоопарке готовятся отметить 50-летие со дня рождения знаменитого Батыра. Он родился у пары индийских слонов в Алматы и был передан карагандинскому зверинцу. В 8-летнем возрасте у слона проявились способности к звукоподражанию, и он стал по-настоящему знаменитостью. Но в 93-м году из-за недостатка финансирования животное пришлось усыпить. А как сейчас живется питомцем старейшего зоопарка страны, расскажет Юлана Чаус. Эй, красотка, давай скажи нам пару слов. Гиббон Варвара здесь новенькая на ПМЖ из Алматы. Она приехала это весной, но уже стала звездой и любимицей как посетителей, так и местного персонала. Надо отдельного рабочего, чтобы съедет и гладится у меня. Животных мы любим, не обижаем, мы не варвары. И не морим их голодом. И пить им даем сто раз на день из бутылки. И из всяких вон тазики стоят полные воды у нас всегда. Сейчас в жару воду в купальнях меняют по несколько раз на день. Питомцам наливают побольше компотов и соков. На летний поменялся и рацион питания с большим количеством свежих фруктов. Смотрите, какое разнообразие кормов. И кабачки, и арбузы, и орехи грецкие, и изюм. Обратите внимание, какой изюм у нас теперь. Чудо-шпен какой-то. В день здесь нужно накормить 1595 жильцов, представителей 204 видов. И у каждого свои поклонники. Мне понравилось больше всего медведь, потому что он такой грозный. И у него когти большие. Мне понравилась змея, потому что она слишком длинная. А мне понравилась лошадка, потому что она такая маленькая и она симпотненькая. И потому что она шкачет, как кроли. Единодушно в своей любви каргандинцы пожалуют лишь к бегмоту Юджину. Он в зоопарке самый крупный и старейший питомец. Парню уже 18, но в армию таких не берут, а жениться жилплощадь не позволяет. Квадратные метры распределены здесь еще по советским стандартам. И на расширение по очереди. В этом году увеличивают лишь клетку медведя по кличке Кипиш. Входные билеты, что еще? Катание, вот это все наши собственные средства. Мы попытаемся. Клетку мы расширяем, потому что вдруг мы ожидаем приплод у медведей. И пытаемся собственными силами в течение месяца построить. Несмотря на то, что каргандинский зоопарк самый крупный в стране, его площадь больше 40 гектаров, фактически используется лишь 8 из них. Сказывается недостаток финансирования. В год на содержание зверинца из местного бюджета выделяется всего 120 миллионов тенге. Мне бы хотелось, чтобы в данном зоопарке был более красивый эстетический вид клеток. И чтобы условия их существования были приближены к их ареалу обитания. Еще хотелось бы, чтобы больше было скамеек. Асфальтирование тротуаров было хорошим. Но о масштабном благоустройстве и реконструкции территории зоопарка речь пока не идет. После того, как старое здание попросту разрушилось, в этом году здесь началось строительство нового. И это уже большая радость. У нас маленькие здания пока, зимой некуда содержать, поэтому мы ждем, конечно, с нетерпением нового зоопарка. Если это будет все достроено, все нормально будет, мы будем новые виды приобретать. Новоселье в клетках со всеми удобствами в звери должны отпраздновать уже в 2020-м. Вот только слон, жираф и даже чуть меньше носорог в Караганде так и не появятся. На крупные виды животных новое здание не рассчитано. Илана Чаусова, Лау Игликов, Хабар-24, Караганда.